С января по октябрь текущего года компенсационные выплаты взамен аварийного жилья получили 17 жителей Наридмара. Это собственники жилых помещений в аварийных домах, включенных во второй этап региональной программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и или с высоким уровнем износа. Средства на перечисление компенсационных выплат горожанам выделены из окружного бюджета. С начала 2019 года в городскую казну поступили две субвенции на общую сумму чуть более 59 миллионов рублей. Из них освоено 57 миллионов 13 тысяч. К остатку средств будет добавлена необходимая сумма, чтобы выкупить аварийное жилье еще у одного наридмарца. Как сообщает пресс-служба мэрии Наридмара, в настоящее время на учете по получению компенсационной выплаты стоят 78 человек. Размер выплаты рассчитывается исходя из площади освобождаемого жилья и стоимости одного квадратного метра. Согласно постановлению администрации, стоимость одного квадрата утверждена в размере 60 166 рублей. Воспользоваться выкупным механизмом можно вне зависимости от планируемого срока расселения многоквартирного дома. При этом выплату можно направить на приобретение жилья или использовать по своему усмотрению, если в собственности имеется жилое помещение, соответствующее требованиям закона номер 3 ОЗ. Консультацию по вопросу получения выплаты можно получить в отделе по управлению муниципальным жилищным фондом по адресу улица Смедовича, дом 11, кабинет номер 1 и 2. Дни приема вторник-четверг с 14 до 17 часов. Телефон 427-53. Военный комиссариат Нинецкого округа приглашает будущих выпускников поступать в ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации. Для поступления как девушкам, так и юношам необходимо обратиться в военный комиссариат. Далее пройти медицинское обследование и последующий отбор. Студенты ВУЗов Министерства обороны имеют преимущество в течение всего обучения, состоят на полном государственном обеспечении и получают образование по любым направлениям. Мы направляем на обучение высшие учебные заведения Министерства обороны, ребята, которые получили среднее образование. Соответственно, документы начинаем готовить уже сейчас и отбор проводим. Хочу, чтобы информация дошла до непосредственно ребят, оканчивающихся в следующем году школу, их родителей, что есть такая возможность. У нас почему-то в Нинецком округе, скажем так, желающие есть, но их немного. Хотелось бы побольше, чтобы они поступали, учились. Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате или по номеру телефона 4-30-14. С 1 ноября текущего года многодетные семьи Нинецкого округа будут получать сертификат на региональный материнский капитал как при рождении третьего, так и каждого из последующих детей. Соответствующие поправки в окружной закон о единовременной выплате многодетным семьям внесены главой региона Александром Цибульским и одобрены депутатами окружного собрания на минувшей сессии. Как пояснила представитель губернатора округа в собрании депутатов НАУ Екатерина Жданова, закон направлен на обеспечение интересов многодетных семей и улучшение демографической ситуации в округе. Добавлю, что региональный материнский капитал выплачивается многодетным семьям на детей, рожденных после 1 января 2009 года. За время действия социальной поддержки с 2011 года сертификат получили порядка полутора тысяч человек. В этом году перечень направлений по использованию регионального материнского капитала был расширен. Основные направления у нас это приобретение жилых помещений, это ремонт жилых помещений, это путевки для детей, обучение для детей и лечение, возможно, за пределами, например, округа. А так, конкретный перечень у нас в этом законе отражен, 36-й, каждый год он при принятии бюджета обсуждается, рассматривается. То есть были у нас периоды, когда мы, например, на приобретение техники, да, у нас приостанавливалась эта мера. Сейчас, кстати, можно воспользоваться также на приобретение автомобиля для семьи. Как и раньше, родители могут получить единовременную выплату из средств окружного материнского капитала в размере 30 тысяч рублей. Если же величина оставшейся части материнского капитала после трат по основным направлениям не выше 10 тысяч рублей, то деньги могут быть перечислены заявителю на банковский счет для потребительских нужд. Налоговая инспекция напоминает жителям округа о необходимости оплаты транспортных земельных налогов и налогов на имущество физических лиц не позднее 2 декабря 2019 года. В адрес жителей Нейнского округа направлены налоговые уведомления на сумму более 47 миллионов рублей. Воплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС России, МФЦ, а также через отделение банка, в том числе и с помощью платежных терминалов. Получат уведомления больше 20 тысяч налогоплательщиков, как земельного налога, я повторюсь, транспортного и имущественного налога. Хотелось бы отметить, что если у нас срок 1 декабря, он у нас попадает на воскресенье в этом году. Поэтому налоги надо оплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Студенты из Нейнского округа, окончившие первый и второй семестр их прошедшего учебного года на отлично, а также получившие пятерку за защиту практики, до конца текущего месяца должны подать заявление на получение окружной стипендии. Для этого необходимо обратиться в Цент развития образования. Напомню, стимулирующие выплаты за счет средств окружного бюджета тем, кто добивается высоких результатов учебе, выплачивается единовременно. Один раз в год по итогам прошедшего учебного года. При этом размер стипендия отличника для студентов УЗА составляет 12 200 рублей. Для обучающихся в СПО – 9 900 рублей. По итогам прошлого учебного года стипендию отличника получили 40 студентов. Еще годом ранее за стипендии отличника обратились 35 студентов. На сегодняшний день стипендию уже получили 18 студентов высших учебных заведений и 5 учащихся среднепрофессионального образования на общую сумму 297 тысяч рублей. Документы для назначения специальных денежных поощрений из окружной казны подаются до 31 октября текущего года. Еще один шаг в цифровое в будущее. Ненинская компания электросвязи запустила автоматическую передачу показаний со счетчиков воды, газа, энерго и теплоснабжения. Информация с приборов учета поступает в специальную программу. Новую технологию специалисты Ненинской компании электросвязи запустили еще 9 месяцев назад. В тестовом режиме оборудование установили в нескольких учреждениях окружной столицы, поселка Искатели и деревни Андик. Мы поставили вот такую умную штучку, которая подключена к этому счетчику с импульсного входа и он по радиоканалу передает эти данные ежедневно, допустим в 0 часов, так настроено здесь, на центральную станцию. Центральная станция передает эти данные на сервер и в одном месте у нас собираются данные с более 50 счетчиков по нашему предприятию. Мы, соответственно, видим ежесуточный расход электроэнергии. Эта услуга запущена у нас уже, ну этот сервис запущен в городе Наринмария. Мы покрываем весь город, в том числе поселок Искатели и можем предоставить эту возможность для жителей частных домов, для предприятий, организаций. Вот такой опыт мы уже делаем с четвертой школы. Причем подобными датчиками можно оснастить любые приборы учета, будь то счетчики электро- или теплоэнергии, вода и газоснабжения. Вся информация ежесуточно поступает и хранится в специальной программе. Суточный архив, вот он пишет, все есть. И это все данные есть. Мы можем спокойно, соответственно, с этим работать. А дальше можно очень легко передать в ПОК-ТС. Через, допустим, ну как бы специальную, допустим, или программу, там интегратор какой-то есть. Ну просто мы сейчас пока на начальном этапе собираем эти данные для того, чтобы именно отработать аппаратный уровень. Говоря простым языком, подобное оборудование упрощает процесс сбора данных не только потребителям, но и компаниям, поставляющим энергоресурсы. Ведь благодаря новым технологиям появляется возможность мониторинга потребления ресурсов практически в режиме реального времени. Дальше можно двигаться вперед, анализировать, смотреть, интегрировать системы учета, передавать там в автоматические. Ну простой пример это эти данные попадают, допустим, в базу данных электростанции. Электростанция производит по ним расчеты, выставляет счет. Пользователь, ну или хозяин дома, допустим, там, или, ну да, если говорить о частных домах, хозяин квартиры, заходит в Сбербанк онлайн, вводит свой номер договора. И так как эти системы интегрированы, эти данные сразу попадают в Сбербанк онлайн, и он сразу видит, какую сумму можно заплатить. Установить подобное оборудование можно в любой организации или в частном жилом секторе. Уточнить информацию вы можете в Ниньской компании электросвязи.